Наблюдая за всей ситуацией, которая сейчас творится в нашей стране, то, что происходит на границе с Россией, у нас давно было уже принято решение, что все равно надо как-то ехать туда, служить, помогать ребятам, которые там служат. Просто в наше нынешнее время сейчас как-то стало проще с работой, нам оставляют за нами рабочее место. Мы поэтому решили ехать, не оставаться в стороне. Я в свое время проходил военную службу в первой членской компании. Выезжали оттуда. Я уже как-то с этим более-менее сталкивался, поэтому мне попроще, чем ребятам. Тем более у нас мы казаки, мы входим в хутор Теренгурский. У нас уже приехал наш боевой брат, который участвовал, ездил туда добровольцем. Я не могу в стороне остаться, почему я уже. Вот еще как бы есть чувство патриотизма, чувство воспитания. Ну, а так хочется, конечно, отметиться работой военкомата, то, что отнеслись с пониманием. Так думаем, что наша помощь, пускай она будет грамм, маленькой, но, так я думаю, что все равно она будет. И мы вместе достигнем тех результатов, каких они должны быть и были поставлены главком. Про семьи, конечно, тяжело семьям, но долго это все, конечно, обсуждалось в кругу семьи. Ну, пришли, конечно, к одному, к единому, что кто-то в семье старший должен, должен отдать свой воинский долг, как наши деды, защищать свои семьи, защитить детей Илонера, ДНР. И вот как-то жены поняли нас. Продолжение следует...